нарезаю зеленый лучок яйца нарезаю довольно крупно конечно можно натереть и на крупной терке но мне больше нравится когда яйца порезаны сыр натираю на крупной терке подходит любой сыр который вы любите к начинке добавляю немного сметаны и соль ребят обязательно подписывайтесь на наш канал потому что с вами готовить быстро и вкусно теперь все перемешиваем теперь быстренько приготовим тесто нам понадобятся яйца сметана 20-процентная сметану с яйцами надо взбить до однородной массы конечно можно венчиком но я сегодня немного ленюсь поэтому воспользуюсь блендером ну вот все хорошо перемешали достаточно добавляю пол чайной ложечки соды немного соли и муку вот и все теперь хорошо перемешиваем все тесто готово получилось однородная красивая масса берем любую форму для запекания и пергамент чуть больше половины теста наливаем форму и добавляем начинку я добавлю еще немного жареных лисичек ну а теперь оставшимся тестом заливаем пирог духовку я уже разогрела до 180 градусов теперь добавлю немного семечек возьмите любые какие вы любите у меня сегодня сезам и отправляю запекаться минут на 30-40 ребята смотрите всегда по своей духовке ребят посмотрите какая красота получилась такой ароматный готовность пирога можно проверить обычный зубочисткой все готово давайте скорее разрезать пирог и пробовать давайте скорее пробовать ребята посмотрите какой он воздушный практически одна начинка тесто совсем мало я люблю когда много начинки и мало теста он еще конечно горячий но это бесподобный пирог супер очень-очень вкусно ну а готовится нереально быстро рекомендую даже настаиваю обязательно приготовьте но подходит и на завтрак и на ужин можно даже как закуску обязательно подписывайтесь на наш канал готовьте вместе с нами вкусно быстро и просто прошу к столу и приятного вам аппетита и